Играть за самую слабую группировку во второй раз я начал 14 мая 2018 года. И вот, наконец, встречайте. Финальная серия. Несколько раз меня посещали мысли забросить это дело, но всё же я решил довести его до конца. И надеюсь, вы оцените это своими лайками. Этот текст я пишу уже после того, как почти полностью смонтировал видео. И вы можете на меня ругаться, но я забыл о челлендже, который должен был выполнить по вашим комментариям из прошлой части этого режима. А в комментариях в основном миликал ПМ. Приношу свои извинения, но не переживайте, я найду, как это реализовать. На этот раз можете написать, какие ещё эксперименты вам интересны касательно войны группировок. Может быть, меня что-то заинтересует. Приятного просмотра. Продолжаем с того же места, на котором в прошлый раз остановились. Я думаю, нам всё-таки надо до конца захватить кордон, продавить бандитов, чтобы их тут больше не было. И что мы видим? Это кто такие тут у нас идут, а? А я не понял. Один. Второй. Третий. Четвёртый. Прикинь, просто минус-отряд я сделал. Думаю, может, как вариант прямо на самую верхушку забраться и отстреливать пацанов. Чё думаете? Давайте попробуем. Я просто какой-то лютый снайпер. Меня все боятся. Потом будем брать пленных и спрашивать у них. Назови мне корень из 144. Если он его не назовёт, то... Хе-хе. Ну вот, бегают, ребята, особо даже не прячутся. Система автозахвата целей просто прекрасна. Вы посмотрите, я их сквозь листву вижу. И могу, в принципе, стрелять, получается. Вот, минус один. Второй там попал по второму, по третьему. Представляете, на таком расстоянии я отстреливаю там кого-то. Умудряюсь отстреливать, да. К сожалению, ещё выше не забраться. Максимум тут. Хотя, чё это, я вот сюда же можно. Вон они, прикинь, их отсюда прям видно. О, да, отстреливаются, щёлкаются, как орешки. Патронов я, конечно, уже уйму потратил. Скорее всего, мне сейчас придётся идти и закупаться патронами. Но мы с вами помним, что происходит, если поспать маленько. Если куда-то переместиться, нас могут очень сильно даже выбить. Воу. Просто всё просматривается. Даже тут, ребята, у вагончика. Блин, хорошее место, слушай. А те даже не успевают соображать, что происходит. Так, пацаны, а ну-ка продвигаемся. Не стоим, не стоим. Пока я отстреливаю, пока я не даю подходить противнику, вы должны их мочить. Не понял, они что-то в эту сторону откликаются. Опять тут какие-то бандиты. Откуда они берутся? Ну понятно, пришли с болот. А вот гадины. Сколько их мне перебили? О, там наш. Что? Тут реально зелёный. При этом на карте он не отмечен. Я его чуть не застрелил. Какой-то дурачок отбился от отряда. Ну и куда вы скажете? Ну, по-хорошему, конечно, надо идти на АТП. Захватить АТП будет, конечно же, не лишним, тем более. Но это база, опять-таки. Конечно, у нас тут рядом. Да ладно, они нас забили. Как вообще? Я не понимаю. Ребята, вы что, в своём уме или нет? Вот это вот как получилось? Ну вы уже добьёте там, я надеюсь? А я пойду пока по шерстю, по АТП. Тут, наверное, уже даже я буду стрелять из автомата. Всё-таки ближний бой. АТП зачищено. Захватываем теперь. Ну, сюда уже идут люди. Отбивать это место назад. И мне даже нет времени особо обыскать ребят. Надо их встретить огнём. Подходим уже близко к деревне новичков. Какие-то наши как не захватывали АТП, так и не захватывают. Я не знаю, как они там ходят. Но вот как-то вот так странно. И вот я думаю, может нам попытаться штурмануть деревню новичков или всё-таки отступить? Если я понабрал хабара, по-хорошему надо было бы его пойти продать. Благо у нас тут на заводе есть торговец. О, тоже странно. Точка под контролем бандитов. Как бы, да, но бандитов рядом совсем нет. Вот как это понимать? Ребята в деревне новичков, конечно, навострелись. Я могу попробовать их засыпать гранатами. Так, знаете, чисто, чтобы не повадно было. Давайте попробуем. Вроде даже кого-то задеваю. Ага, и игра что ли вылетела? Ну да. Ну да, в принципе штурм проходит довольно успешно. Как видите, я пуляюсь гранатками. И деревню новичков практически полностью зачистил. А, тут ребята на АТП уже, да, наверное, идут? Идут все, кроме наших. Чё-то наши немножко тупят, мне это не нравится. Не понимаю, что происходит. Так, деревень новичков захватывается, всё отлично. При этом я окружён бандитами, как видите. Мне теперь по-хорошему спрятаться надо. Они сейчас непременно ко мне попрутся. Ух ты, ни хрена себе. Да, ребят, короче, я тут буду теперь расстреливаться, сидеть. Они все прямо именно сюда стягиваются. Ну, конечно, деревень новичков, понятно. Близко, близко подбираемся к последнему оплоту бандитов. Но они, конечно, тоже не пальцем деланные. Высылают подмогу на АТП, например, пруссо. Я не понимаю. Они, походу, вот отсюда, да, идут вот с этих мест. Вообще, я ненавижу вот этот кусочек локации. Очень что-то большие расстояния между точками. Так вот, они все оттуда прутся сюда, да, вот по этой дороге. Вот как-то, может быть, огибает АТП. Идут, пытаются, видимо, отбить либо ферму, либо завод даже. Представляешь, им завод почему-то интересен. Мда. Ладно, мы очередную точку захватили. Я думаю, мы все-таки это все удержать сможем. Но я сейчас иду, возвращаюсь, продаю хабар. Покупаю себе патроны. Самое главное, ведь у меня патроны кончились. Ну, тут 14 есть. Ну, что это 14? Это, в принципе, ни о чем. Ну, и вечерей в 17.42, да? Сейчас надо ложиться спать. А что будет, когда я посплю? Боюсь представить. Кстати, стоит отметить, что мы уже начали тут захват. В Темной долине. Например, базу захватили. Неплохо, да? Одна точка осталась под контролем у бандитов. На кладбище техники. Кладбище техники это локация, которую пацаны сами захватили без моей помощи. Тут, конечно, что-то брыкаются. Оу, а мы даже начали уже захват тем временем. Болот. Ничего себе, молодцы. Прикинь, мост отбили у нас. Я в шоке. Как они это все умудряются делать, я просто не соображаю. Да, наших, можно сказать, отрезали. На этой части локации они на АТП будут сидеть. Какая красота. Беззвучно играет на гитаре. Второй жарит на палке что-то, колбасу и хлеб. Лампово. Что, пришли пацаны? Тоже спать, что ли? Я сейчас лягу спать, посмотрим, как после этого изменится зона. Давайте взглянем опять-таки общим каким-то взглядом. В общем-то, как видите, все контролируется нами. Темную долину мы захватываем все большими темпами. А там же оттуда пойдем на эту часть кордона, которую я ненавижу. В этой части кордона почти не осталось бандитов. Прутся постоянно отсюда, подмога вечно идет. Ну и плюс, а, они еще и захватили все-таки обратно себе деревни новичков, элеватор. Я вообще не знаю, наши как какие-то супер медленные дурачки. Я когда еще захватил, они все не прутся и не прутся. Ладно, спать ложимся. Южный блокпост захвачен. Осталось заполнить пустые точки. После этого можем уже идти на болото. Что у нас тут все на долине. Пацаны просто-напросто сами справились. Сейчас, скорее всего, они будут в эту часть кордона потихонечку переходить. Тем временем атакуют АТП, гады. Ну и все, сейчас тупо поперезахватываю остатки. Пацаны их займут, и мы идем дальше. О, тут уже, походу, полномасштабное наступление начинается на болото. И мне, наверное, в этом надо участвовать. Сейчас, может быть, надо вот этим дать щелбан и вот этим пацанам, да, чтобы они тут особо не лютовали. Может быть. Отлично. Этот тоннель, через который льются бандосы, зачищен. Сейчас, как минимум, попытаемся захватить. О, как я и говорил, пацаны пытаются уже переходить. Болото пожираются. Ну, я не хочу, конечно, никаких заявлений раньше времени делать, но пахнет чем-то интересным. Но, знаете, походу, будет сложно захватить окраины Припяти. Что-то сюда никто не переходит, сами они туда не идут. Я заметил, какие-то проблемы с этим есть в предпоследней версии военной группировок. Они сами не переходят. Ну, по крайней мере, ну, вы это сами видите. Что это такое? Почему? Уже столько времени прошло, тут вроде бы все контролируется. Не знаю. Мы можем либо уйти отсюда, чтобы тут пацаны сами мочились, а сами тем временем попытаемся... А, только я это сказал, смотри, что случилось. Ай-яй-яй. Подловили меня, а? Ну, в любом случае, я думаю, со мной согласны, что как-то туго. Смотри, тут уже давно все локации вокруг нами контролируются. И всю прошлую серию, и всю эту серию. А что-то вот только сейчас там появился отряд, и что-то там захватил. По-хорошему, конечно, нужно было бы идти туда помогать. Потому что тут, я вижу, наши сами прекрасно справляются. Наверное, мы так с вами и поступим. Пойдем хотя бы какие-то отряды в этой части Припяти повыбиваем. Монолитовские, да? И после этого вернемся обратно. Ситуация такова. Потихонечку что-то люди пытаются захватывать у нас окраины Припяти. Снизу что? Снизу мы воюем. У нас бандиты каким-то образом отбили южный блокпост. Можно только догадываться, как именно, да? Тут мы захватили, между прочим, базу, лесопилку. Неплохо. Ну и что делаем дальше? Ну, наверное, дальше так же. Пытаемся либо захватить полностью кордон, наконец. Либо идем помогаем на болото. Тут два варианта, да? Наконец-то мы захватили даже базу чистого неба, на которой базировались бандиты. На болотах у них осталось пару точек. Еще пару отрядов где-то тусуются, ходят. Самое главное сейчас место противника это локация. Ну вот это вот. Поляна она вроде как называется. В предпоследней версии войны группировок эта локация действительно проблематична, потому что люди туда тоже как-то особо идти не хотят. И все, что мне остается, это просто взять туда пойти, да и просто всех попереубивать. Что мы видим на окраинах Припяти? Ну, потихонечку, медленно, но тем не менее. 45 на 65 мы уже контролируем примерно, да? Сюда сейчас, скорее всего, нам пойдет подмога. Все, что могу сделать я, это, наверное, все-таки пойти зачищать поляну. Да, так и поступим. Я на поляне. Сейчас будем потихоньку зачищать. Тут еще и дождь как назло пошел. Вот это банда, короче. Это ты со своими братюнями идешь в магазин за хлебом. Узнал, да? Ха-ха. И я не могу смешно выглядеть. Посмотри, какие они крутые. Да. Это нормально было. Я успел выстрелить, когда он у меня пушку складовал из рук. И убил его. Поляна полностью зачищена от бандитов. Нам тут делать более нечего. На болотах осталась последняя точка за бандитами. Как раз там наши пошли выбивать их вроде как. И что мы видим? Мы видим то, что в принципе все локации, кроме одной, под нашим контролем. Осталось только полностью зачистить вот эту вот локу. Что будет сделать довольно проблематично, конечно. И все. И это победа ученых. Это уже победа, да? Вряд ли как-то там монолитовцы смогут собраться с силами и нанести по нам удар. Но это победа, ребят. Мы заканчиваем зачищать последнюю локацию вот под такую красоту. Не знаю, опять какой-то баг. Пси-выброс кончился, но почему-то его эффект остался. И он уже несколько минут. Странно. Ну а что, мне-то красиво. Так. Странная ситуация. Точка находится под контролем монолитовцев. Монолитовцев там нет, однако есть тут. Скорее всего, он там прячется, гад. Да. Ну пойдем посмотрим. Добьем дурачка. Тут еще осталось несколько точек. И все. И все. Ну мы доведем, конечно же, дело до конца. Ну да. Ну да. Ну что, теперь осталась точно последняя точка во всей зоне. Больше нигде нет противника. Абсолютно. Вот как видите, я проматываю, я их нигде не фиксирую. Эту локу так они и не будут захватывать. Тут все мутанта заселили, но думаю, это не важно. Осталась последняя точка в садике. Вот тут. Я не знаю, что с ней делать. Видимо, там как-то спрятались монолитовцы. Пойдем посмотрим. До сих пор я не могу тут что-то монолитовцев найти. Знатно как-то пацаны ныкаются. Ну что. Вот и все. Зона за ученых полностью захвачена. Я это сделал. Это было не то, чтобы сложно, но нелегко. Да, не так, как за монолит. Вот такие вот дела. Такая вот обстановка. Столько вот точек. Всех. Ну вообще-то все локации под нашим контролем. Я не знаю, что тут еще показывать. Все под нашим контролем. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто оценивал. Даже у нас поляну начали захватывать. Я в шоке. Обалдеть. Надеюсь, что эту последнюю серию вы зацените. Прямо залайкаете. Ведь мы это сделали. Захватили. И все в этом духе. С вами был Мануэль. Всем спасибо. Всем пока. Всем до свидания. А, ну конечно же вы бы хотели, наверное, мою статистику посмотреть. Смотри, одни ученые в топе. Причем на первом месте. Почему-то парень, у которого очень плохая репутация. Что за странность. И вообще много ученых, у которых плохая. Очень хуже всех вообще есть репутация. Как так? Почему так? Я нахожусь, профессор Стамеско, на 54-м месте в этом топе. 12 дней в зоне. 47 мутантов. Понятно, да, маловато. Конечно же, 1208 убитых сталкеров. Это просто жесть. Ну и, в общем-то, вот кому что интересно. И феночку, любимое оружие. Ну вот и все. Получается, в основном с феночкой убивал. Хотя под конец с этой снайпы. Она прям шикарная, ваншотит и все в этом духе. Вот теперь точно всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok